Привет! С вами Сойер, и вы находитесь на канале, который помогает разбираться в программировании лучше. Сегодня я хочу поговорить про точность вычисления на компьютере. Программисты, особенно начинающие программисты, порой не знают, что с вещественными числами, представленными в форме чисел с плавающей запятой, есть проблемы вычислений, связанные с точностью. Либо знают, что проблемы есть, но какие конкретно не очень понимают. Знают, что десятичные дроби как-то не так переводятся в двоичный вид, и с ними есть какая-то неточность. Но мало кто знает, что есть проблемы не только в компьютерах, но и в математике, связанной с переводом десятичных дробей в двоичный вид, а также в нашем собственном сознании, которое очень странно иногда воспринимает рациональные числа. Мы далеко не всегда понимаем, чем отличаются рациональные числа от иррациональных. Поэтому в этом видео я хочу поговорить сначала о рациональных числах, о забавных предубеждениях, которые возникают у нас в голове в связи с десятичной системой исчисления, но во второй части поговорить именно о проблематике перевода десятичных дробей в двоичный вид. И в конце видео вы поймете, что во многом виноваты не компьютеры, а сама математика в неточных вычислениях. Ну, если вам интересно, устраиваетесь поудобнее, мы начинаем. Когда я учился в школе, на уроках математики у нас поднимался вопрос о справедливом делении. Нас спрашивали о том, можно ли разделить одно яблоко на две части так, чтобы каждая часть была абсолютно одинакового веса. И, конечно, это вопрос о делении единицы на двойку. Мы представляли это следующим образом. То есть единица, деленная на двойку, это десятичная дробь 0,5. И раз у нас возникает конечная десятичная дробь, то справедливое деление возможно. Но когда нас спрашивали то же самое относительно трех частей, то возникала иллюзия, что раз единица, деленная на 3 в десятичной системе, будет бесконечной дробью десятичной, то и деление невозможно выполнить точно. И поэтому одна из частей будет либо меньше, либо больше, чем другие. И, конечно же, это заблуждение. То есть мы так привыкли к десятичной системе, что невозможность представить в конечном виде какие-то рациональные числа в виде конечной десятичной дроби нас заставляет думать, что это какое-то фундаментальное правило, которое позволяет нам сделать вывод о возможности справедливого деления. На самом деле, что 1,2, что 1,3 это рациональные числа, которые могут быть представлены в виде конечных чисел, конечных дробей, но не всегда в одной и той же системе счисления. То есть иногда, как в случае с 1,3, в десятичной системе это будет бесконечная дробь. Но, тем не менее, разделить на 3 равные части и яблоко, и любой другой объект возможно, потому что это число рациональное. Давайте поговорим об этом подробнее. Я в своем сообществе на YouTube-канале задал вопрос про торт. Суть вопроса такая же. У нас есть торт, он весит 1 килограмм, его нужно разделить на 3 равные части. И здесь возникает вопрос, возможно ли это? Если мы представим торт с позиции математики, то нам нужно подобрать какую-то модель, которую мы будем идеализировать по сравнению с реальным тортом. И в данном случае это, наверное, будет цилиндр. Будет, наверное, проще всего понять на таком примере. Давайте я нарисую математическую модель, которая, конечно же, будет далеко не идеальной. Но, тем не менее, вот у нас есть цилиндр, который мы считаем тортом, и он весит 1 килограмм. Если мы будем рассуждать так же, как школьники в школе, то мы попытаемся разделить 1 на 3 и получим бесконечную дробь. И сделаем вывод, что разделить на 3 части справедливо, торт нельзя. Но если мы посмотрим на торт иначе, например, посмотрим на него сверху, у нас получится окружность. И мы попытаемся разделить эту окружность на 3 равные части. Мы вспомним, что если мы разделим 360 градусов на 3, то мы получим 120 градусов. И тогда у нас здесь возникнет 3 сектора по 120 градусов каждый. Отлично! То есть деление на 3 состоялось. И теперь, если мы сделаем разрез по этим линиям, то у нас получится 3 абсолютно одинаковых кусочка. Но возникает вопрос, сколько же они тогда будут весить. И они будут весить, естественно, 1 третью килограмма. В десятичном виде это непредставимо, но получается, что разрезать-то мы так можем. И вот здесь как раз возникает то заблуждение, которое есть у многих программистов, которые никогда об этом не задумывались. У нас есть рациональные числа, а есть иррациональные. Иррациональные числа это те числа, которые непредставимы в виде простой дроби. Это, например, число π или корень из двух. И они не будут представимы в виде конечной десятичной дроби. И на самом деле в виде любой другой конечной n-ричной дроби, где n это основание системы счисления. Но если мы будем говорить о простых дробях, которые являются рациональными числами, например, 1 третья, то мы можем перевести это значение, например, в троичную систему. Это будет единица деленная на 1 ноль в троичной системе. И в таком случае в троичной системе у нас будет вполне себе конечная троичная дробь. Таким образом, получается, что любое рациональное число в той или иной системе счисления представимо в виде конечной n-ричной дроби, где n это основание системы счисления. Но вот в системе исчисления по основанию 10 далеко не все дроби представимы. Но это не значит, что нет какого-то конечного числа, которое является справедливым результатом этого справедливого деления. Это значит, что мы не можем записать это число. Еще это можно продемонстрировать на примере с процентами. Допустим, у нас есть 30 рублей. Мы можем разделить это на 3 части. Это будет 10 рублей. Но мы не сможем это представить в процентах. У нас также возникнет 33% и мы упремся в бесконечную десятичную дробь. То есть, возможность конечного справедливого деления, скажем так, возможно. Но вот представление в десятичном виде это уже проблема. И как раз вопрос представления является сложностью, является проблемой, а не сама возможность такого деления. Это важно, потому что сейчас мы будем разговаривать про преобразование десятичных дробей в двоичный вид. И там возникнет похожая проблема. Рано или поздно любой программист сталкивается с проблемой сравнения чисел с плавающей запятой. А в интернете обычно это представляют следующим образом. У нас есть какое-то простое выражение. Например, от двух десятых отнимаем одну десятую. И в результате мы не получаем результат, который равен одной десятой. Хотя на калькуляторе все выглядит ровно вот так. В компьютерах мы получаем что-то наподобие вот такого числа. Бывают и иные результаты в зависимости от выражения, которое мы вычисляем. И всегда это связывает с представлением чисел в компьютерах. Поэтому программисты, отвечая на подобный вопрос, всегда скажут, это, мол, компьютеры что-то там неправильно считают. Хотя дело на самом деле в математике. И сейчас мы разберемся почему. Здесь стоит отметить, что у нас есть в основном двоичные процессоры, то есть в основе которых лежит двоичная система. Бывают еще и троичные, но они так редко встречаются, что их никто не рассматривает. Хотя у троичной логики есть определенные преимущества при реализации на кремнии. Так вот, мы не будем использовать никакой компьютер для преобразования. Мы попытаемся сделать это самостоятельно, используя знания о математике и о том, что я говорил в начале видео. Давайте представим одну десятую в виде простой дроби. Далее распишем ее следующим образом. То есть десятку распишем как произведение 2 на 5. И это можно расписать следующим образом. И тогда что получится? Если вот эта дробь представима в двоичном виде, и вот эта дробь представима в двоичном виде в виде конечной дроби, тогда и результат этого умножения будет конечной дробью. С одной второй все работает замечательно. Это 0,1 в двоичном виде. А вот одна пятая это единица, деленная 1,0,1. И там возникает бесконечная периодическая дробь. Я не буду сейчас выполнять это деление, но если вы возьмете и в двоичном виде выполните деление столбиком, вы получите дробь, которая будет повторяться. И вот как раз из-за того, что здесь есть пятерка, и возникает проблема. Мы не можем перевести в двоичную систему счисления те дроби, у которых вот эта пятерка сохраняется. Если же она сокращается, ну например для 0,5, это будет выглядеть следующим образом. 5 десятых равно 5 деленное на 2 умноженное на 5. Пятерка сократилась, осталась 1,2. И соответственно в двоичном виде это будет конечная дробь, двоичная. Таким образом, дело в том, что не компьютеры искажают число. Компьютеры имеют лишь ограниченную разрядность. Когда у нас возникает вот это бесконечное деление, и мы знаем, что это опять же связано не с тем, что нельзя справедливо разделить и получить какое-то конкретное рациональное значение, а с тем, что в некоторых системах счисления некоторые варианты простых дробей не представимы в конечном н-ричном виде. И здесь возникает проблема, что в реальной жизни мы можем делить хоть сколько угодно долго, пока нам не надоест, а в компьютерах мы упремся в ограниченную разрядность. И вот когда у нас возникает ограниченная разрядность, то в какой-то момент мы останавливаемся, вот он этот момент, и округляем результат до ближайшего значения по правилам математики. И получается, что компьютеры виноваты лишь в том, что у них ограничена разрядность. А вот округление и бесконечность – это уже вина математики. И вот здесь, когда вы начинаете понимать вот этот процесс преобразования, вы понимаете, что не все числа представимы в конечном виде в какой-то н-ричной дроби, но в другой системе счисления они вполне себе представимы. Когда вы понимаете, что преобразование десятичной дроби в дворичную выполняется по правилам математики, то вы и понимаете, что вот эта вот погрешность, которая возникла в результате округления, она может быть учтена при вычислениях на бумажке, то есть при построении математической модели. И понимая, как это все работает, вы можете уменьшить вот эту математическую ошибку, которая есть в любых вычислениях на компьютере. Но кроме этого, на компьютере есть еще ошибки, связанные с представлением в виде плавающей запятой. И это тема отдельного видео. Надеюсь, вам понравилось то, что я рассказал. И если вас интересует, что там с плавающей запятой, пишите в комментариях, ставьте лайк. И если наберется достаточно большое количество желающих, то я расскажу о проблемах представления чисел с плавающей запятой и какая погрешность возникает там. Но в любом случае, погрешность, которая возникает в результате вычисления на компьютере, состоит не из одной проблемы, связанной с компьютером. Она связана и с округлением в математике, и с неправильным представлением людей о рациональных числах, которые, я надеюсь, вы теперь понимаете, как устроены лучше, и, собственно, с самими компьютерами. Надеюсь, что-то стало более понятно. И на этом все. Спасибо, что слушали. До свидания.